МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканал Юрган. Крик, криминал и комментарии. В студии Эдуард Бушуев. Здравствуйте! Сегодня в программе. Торопилась на учебу вместо парты больничная койка. Третий лишний. Отхожее место для нежеланных родов. С ежами на лихача. Острый аргумент в полицейском арсенале. В Сыктывкаре Волга сбила 17-летнюю девушку прямо на пешеходном переходе. Момент наезда зафиксировал видеорегистратор случайного очевидца. ДТП случилось в 8 утра в самый час пик. Легковушка ехала по улице Печорской в сторону Малышева. Водитель газа слишком поздно заметил пешехода, переходящего дорогу по зебре. После наезда потерпевшую отбросила на несколько метров. По предварительным данным, она получила сотрясение головного мозга, ушиб коленного сустава и была доставлена в больницу. Данный водитель в течение года к административной ответственности привлекался трижды. На момент дорожно-транспортного происшествия водитель был трез. На месте был составлен акт уличной дорожной сети, в связи с тем, что проезжая часть была не осыпана песком. Водитель Волги утверждал, его скорость не превышала положенных 40 км в час. По его словам, девушка появилась перед ним внезапно. Он пытался уйти от столкновения, но ему не удалось сделать это на скользкой дороге. Как стало известно позже, девушка шла в учебное заведение. По факту аварии сейчас проводит проверку. Отдел по расследованию особо важных дел регионального управления СКР предъявил обвинение в получении взятки и покушении на сбыт наркотиков с использованием служебного положения одному из руководителей Ухтинского межрайонного отдела наркоконтроля. Офицера задержали в результате совместной операции ФСБ и отдела собственной безопасности регионального управления ФСКН. В поле зрения чекистов и особистов наркоборец попал в сентябре этого года. Для выявления очередного канала распространения дурмана он применил метод оперативной работы, явно выходящий из-за рамки закона. С целью получения информации по раскрытию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, подозреваемый незаконно передал наркотическое средство массой более 1 грамма через посредника лицу, ранее употреблявшему наркотики. Однако довести задуманное до конца не смог, поскольку сотрудниками ОФСБ наркотическое средство посредника было изъято. Высокопоставленного сотрудника взяли в оперативную разработку. Улечили еще и в получении взятки в виде смартфона стоимостью около 18 тысяч рублей. По версии следствия, мобильным коммуникатором оперативного работника вознаградили за то, что он простил наркотельцу, уже задержанному по подозрению в незаконном обороте дурмана, дополнительно выявленный преступный эпизод. После получения взятки сотрудника Ухтинского МРО сдержали, а в его рабочем кабинете провели обыск. Впрочем, ничего уголовно наказуемого в кабинете оперативного работника при обыске не обнаружили. До суда фигуранта арестовали. Давать показания он отказался. Несмотря на малый вес изъятого наркотика, всего полтора грамма, санкция по предъявленным обвинениям крайне суровая. Минимум 10 лет лишения свободы и штраф в 40-кратном размере от суммы взятки. В Сыктывкаре продолжается расследование резонансного уголовного дела по факту убийства матерью новорожденного ребенка. Тело младенца нашли в мусорном баке в конце октября. Подозреваемая 23-летняя мать двоих детей созналась. Малыша родила дома, но он уже был мертвым. До суда женщин отпустили под подписку о невыезде. Евгений Юршов изучил все версии шокирующего инцидента. Пенсионерка Нина Губина вечером 29 октября искала в мусорном баке кости для собаки. В обычном целлофановом пакете лежало полотенце. В нем был завернут мертвый малыш. О находке женщина сообщила в полицию. На место происшествия выехала оперативно-следственная группа. Следственная оперативная группа выехала на место происшествия и подтвердила факт того, что в полиэтиленном пакете действительно находится тело ребенка, предварительно новорожденного. Был произведен осмотр места происшествия, был произведен поквартирный обход для установления возможных очевидцев и свидетелей данного происшествия. И в настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, которые направлены на установление матери данного ребенка. В пакете кроме ребенка и полотенца лежали женские плавки. По их фасону сыщики определили – возраст родительницы не больше 20-30 лет. Впрочем, этой зацепки было все равно недостаточно. Только благодаря целому комплексу спецмероприятий на следующий день столичные оперативники установили личность подозреваемой – 23-летней уроженки Усть-Вымского района. Вместе с сожителем, мамой и двумя маленькими детьми они ютились в небольшой комнате малосемейного общежития. Первоначально женщина вообще отрицала, что была беременна. Тогда ее показали специалистам. Она была продемонстрирована врачам, фельдшрам и так далее, которые принимают роды, спецмероприятия в этой области. Те пояснили, что незадолго до ее доставления она действительно рожала. Тогда женщина вынуждена была признаться в совершенном преступлении. Пояснила, что изначально не планировала оставлять этого ребенка у себя, когда обнаружила, что беременна, так как у ее семьи тяжелые социальные условия. На вопрос, почему она его просто не сдала в детский дом, она пояснила, что она хотела после родов отнести ребенка. Сожитель рассказал, когда они с супругой узнали о беременности, на семейном совете решили. Третий ребенок для них непосильная абуза. Договорились сдать малыша на попечение государства или приемных родителей. Мужчина убеждал следствие, дескать, заставлял жену, как положено, встать на учет, наблюдаться у врача и рожать в роддоме. Но та заявила, это не нужно. Когда начнутся схватки, тогда и стоит звонить в скорую. Хотя на самом деле в ходе допроса она пояснила, что этим лишь успокаивало, то есть сожитель на самом деле ребенка, ну обращаться куда-либо за медицинской помощью не собиралась и изначально собиралась рожать ребенка, так скажем, в домашних условиях сама, то есть без посторонней помощи. Установлено было, что рожала она в том доме, где проживает, не в комнате, соответственно, в которой проживает, а ребенка родила в помещении уборной комнаты. В туалете, что ли? Ну да, совершенно верно, в туалете. Ребенка она родила в туалете. Схватки у женщины начались ночью. Будить домашних, вызвать скорую она не стала. Закрылась в общем туалете и сама приняла у себя роды. При этом старалась не кричать. По заверениям женщины, младенец появился на свет мертвым и был обмотан пуповиной. О трагических родах она сообщила утром сожителю, а после выкинула пакет на помойку. Впрочем, у специалистов своя версия событий. Они полагают, малыш успел сделать вдох и значит был жив. Кроме того, на шее погибшего нашли следы удушения. Как они там оказались, предстоит выяснить экспертам. Молодой маме грозит до пяти лет лишения свободы. На этой неделе стали известны подробности ночной операции по перехвату пьяного нарушителя в Сыктывкаре. Два экипажа ДПС около часа преследовали ладу, чья скорость порой доходила до 140 км в час. Чтобы задержать лихого водителя, силовикам даже пришлось применить спецсредства для принудительной остановки. Оперативное видео в репортаже Евгения Аракина. В три часа ночи на улице Арджиникицы автоинспекторы заметили подозрительную ладу 15-й модели, которая ехала с включенными аварийными сигналами. Полицейские попытались для проверки остановить машину, но водитель не подчинился. Сотрудники стали преследовать данную автомашину, неоднократно предъявляли требования об остановке, однако водитель игнорировал требования полицейских и продолжал удаляться. Преследование продолжилось по Октябрьскому проспекту, затем они выехали на улицу Димитрово, затем на Сесовское шоссе и водитель автомашину ВАЗ-2115 продолжил движение в сторону села Бульгар. Легковушка свернула на объездную автотрассу в направлении Ухты. Позже к погоне подключился второй экипаж. Автопатрули не раз пытались обойти нарушителя, но все маневры полицейских лихач пресекал. Ехал посреди дороги и не давал стражам порядка себя заблокировать. На 11-м километре объездной автодороги сотрудники ДПС устроили засаду. Почти на всю ширину проезжей части автоинспекторы установили ленту с металлическими шипами. Затея силовиков удалась. Водитель слишком поздно заметил ежа. На полном ходу седан проехал по искусственному барьеру. Несмотря на пробитое заднее колесо Лады, машина какое-то время еще продолжала ехать, пока ее все же не остановили. Нетрезвого водителя 40-летнего электромонтера одной из фирм города доставили в полицию, а его авто отбуксировали на штрафстоянку. За пьяные гонки мужчине грозит два года лишения прав и штраф в 30 тысяч рублей. А вот за то, что мужчина не остановился по требованию полицейских и пренебрег правилами дорожного движения, ему светит серьезное административное наказание. На этом наш выпуск завершен. С вами был Эдуард Бошуев. Через пару минут смотрите итоги дня в программе «Время новостей». Берегите себя и своих близких. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!